Субтитры делал DimaTorzok 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 Поэтому, естественно, никакое особого удовольствия это не вызывало Поэтому и поддержка панов не была такой уж сильной для них, такой важной задачей Поэтому и протест и слился Что-то похожее так, что, как говорится, ну разделили И что произошло? Наверное, все зажили счастливо и хорошо нет Вы прекрасно знаете, как жило крестьянство белорусское В конце 18-го века, в 19-м, в начале 20-го Северо-западный этот край, один из самых беднейших Депрессивный Это можно видеть по произведениям белорусских писателей, поэтов Почитайте там Янку Купалу какого-нибудь Богушевича Франсишко Ну много кого почитайте Да даже более новое там Владимира Короткевича почитайте Там хорошо описано, какая была жизнь во второй половине 19-го века в Беларуси Счастливой она не была Вот вам, пожалуйста, результат воссоединения Прекрасно Что, тоже хотите повторения? Да, день сурка? Да ради бога А вот я не хочу Вот я считаю, что нам не по пути Беларусь должна развиваться своим путем И мы должны сами строить свою независимость и свое государство Некоторые говорят, ну Россия нам тут дает газ, там нефть По таким льготным ценам Знаете что, ребята? Европа покупает газ и нефть по мировым ценам Ииии Все равно люди там живут лучше А все почему? Потому что там отношения к людям нормальные Там законы работают Там зарплаты какие во сколько раз больше А ведь так же было не всегда Посмотрите, в то же самое время Когда там речь посполитую разделяли Как жили европейские страны Те же французы, немцы Какая там была законность Какая там была чистота Как там все работало Понимаете? Там люди поняли, что к чему И пошли в правильном направлении А мы все идем за царями Может хватит уже? Пора голову включать Ау, народ! Праздник на дворе День боли Не хочется, конечно, портить Все это такими рассуждениями И разговорами Видите ли, вот пришлось Увы, но к сожалению Без этого правильное понимание Ситуации и положения Белорусских, украинских, польских патриотов Невозможно Ватники пытаются свести все к тому Что эти патриоты Являются исключительно Врагами и коллаборационистами Да, с точки зрения России И последующим Советского Союза Это именно так и есть Но с их точки зрения То есть польских, белорусских, украинских патриотов Это совсем по-другому, понимаете? У них была их страна Их государство Речь Посполитая Которую разделили Совершенно гнусно Никого не спрашивая Их не спросили, хотят ли они идти В Россию, в Австро-Венгрию Или в Пруссию Или еще куда Их просто разделили И все И государство их не стало Поэтому Чему удивляться Что буквально через 20 лет Когда пришел Наполеон Множество людей в Польше И в Беларуси Присоединилось к Наполеону Поскольку он Возродил Варшавское герцогство То есть по сути дела Обещал им независимость Что там плохого? Они Пытались вернуть свою страну Которую потеряли Ау, ватники Вам это ничего не напоминает? Ваши же собственные крики О том, что О, давайте СССР возродим Ведь все же были 70% На референдуме проголосовало За то, чтобы он сохранился А его взяли и разделили Вот представьте Что есть другие люди Которые Примерно Вот так же Видят ситуацию Со своей точки зрения Да и в конце концов Если судить О героях И злодеях То Кем по-вашему Интересно является Например Александр Иневский Признанный герой Русский князь Который победил Немцев Немецких рыцарей Тевтонских Швец Шведских рыцарей Однако В то же самое время Он Помогал Татарам Подавлять Восстание Русских Против вот этих самых Татар Против этой Золотой Орды Кто он? Предатель? Герой? Кстати говоря Он колонизирован Русской православной церковью Вы можете Однозначно Так ответить На этот вопрос? Нет? Тогда и не надо Навешивать ярлыки На других Заканчиваем наш выпуск И на этом Я хотел бы Еще раз Поздравить Всех своих подписчиков И всех белорусов С днем воли Святкуем разом 25 марта На площади Возле оперного театра И да Еще чуть не забыл Не забываем Подписываться на канал Ставить лайки И высказывать Свое мнение В комментариях А что вы думаете О Речи Посполитой Об Александре Невском О нашей истории А также Сообщаю Что всегда готов К сотрудничеству С любыми другими Блогерами В части Создания Совместных Видео А также К приему Материала От своих подписчиков И от всех желающих Если у вас что-то есть Можете Сообщить мне И это будет Озвучено В одном из следующих выпусков А теперь Прощаемся